Каждодневный опыт убеждает нас, что металлы проводят электрический ток. Какие же особенности металлов обуславливают это свойство? У меди металлическая кристаллическая решетка. Внешние электроны оболочки отрываются и беспорядочно движутся между положительно заряженными ионами металла. Под влиянием электрического поля движение электронов становится направленным. У металлов электронная проводимость. Сера не металл. Ее кристаллическая решетка молекулярная. Свободных электронов или других заряженных частиц здесь нет. А если мы разрушим кристаллическую решетку, например, нагреванием, появятся ли частицы носителей зарядов? Но и в расплаве серы заряженных частиц нет, поэтому лампа не загорается. Такой же результат получаем при испытании электропроводности твердого сахара. Теперь исследуем электропроводность раствора сахара. И в растворе, и в расплаве, и сахар, и сера распадаются на нейтральные частицы, не являющиеся носителями зарядов. Эти вещества не электролиты. Отличается ли по электропроводности рассмотренная нами группа веществ от кислот, солей, щелочей? Проверим электропроводность твердой поваренной соли. Кристаллическая решетка хлорида натрия образована положительно заряженными ионами натрия, катионами, и отрицательно заряженными ионами хлора, анионами. Электростатическое притяжение между ионами не позволяет им свободно перемещаться. Расплавим соль в муфельной печи. Кристаллическая решетка хлорида натрия разрушилась. В расплаве соли движение ионов беспорядочное. Но при замыкании цепи оно становится направленным. Значит, электропроводность расплава обусловлена упорядоченным движением свободных ионов. Проведем исследование электропроводности растворов щелочей. Подумайте, чем обусловлена их электропроводность? Почему электропроводны растворы кислот? Растворы солей. В растворах и в расплавах щелочей, кислот и солей – ионная проводимость. Здесь есть частицы носителей зарядов. Эти вещества – электролиты.